друзья всем привет с вами снова александр и сегодня у меня на обзоре кресло от компании joy категории 01 моделька у нас называется спин сейф это кресло для тех родителей которые ищут самый высокий уровень безопасности который только может предложить кресло но чтобы достичь этого самого уровня по безопасности кресло должно быть непростое смысле она может стандартная быть все понятно но чтобы соответствовать вот этому с новому стандарту шведы сейчас начинают вводить новый стандарт называется тест плюс это стандарт который задран требований безопасной перевозки детей в автомобиле эту планку до небес и чтобы соответствовать а это кресло как раз таки соответствует этому стандарту кресло должно быть точнее говоря ребенок в нем должен ездить только против хода движения в противном случае такого уровня безопасности достичь невозможно на текущий момент поэтому здесь мы ездим исключительно против хода движения до 100 сантиметров роста естественно когда ребенок подрастает ему становится тесно но до победного конца вы ездите и только потом пересаживайтесь но зато там первые два-три года вы будете возить ребенка практически в самом безопасном режиме поэтому вот по безопасности давайте вот это все необычно непривычно не совсем понятно как ребенку ездить против хода уже подросшему до ножки больше согнутые до долгие поездки естественно будет тяжелее ездить но зато такой способ перевозки дает нам уровень безопасности чуть ли там на 80 процентов выше чем по ходу движения поэтому имейте ввиду если вот на первой как это во главе угла у вас исключительно безопасность то вот прошу любить и жаловать моделька у нас повторюсь спин спин сейф называется это в этом отношении прям молодцы вот вы уже видите она на базе крутится но не на 360 градусов а вот так она поворачивается к вам для посадки вы подошли в автомобиль повернули посадили и развернули уже потом против хода и так мы ездим всегда кстати вот что касается безопасности у нас здесь установлена дополнительная боковая защита вот с ночная стандарта айсайз и вот плюс этот тест плюс это должна быть усилена боковая безопасность обязательно и эта система гасит дополнительную энергию удара со стороны двери и открываем салона не обязательно естественно что мы здесь имеем по тканям типичный joy как заявляют что здесь используется премиальная ткань как по мне премиальная ткань наверное должна как-то ощущаться по-другому это вот такая классическая джойская ткань да здесь есть вентиляция сеточка все сделано но мне кажется слово премиум здесь немножечко так завышена как по мне премиум должна быть наверное чуть чуть более что ли ощущение дорогие вызывать но принципе ткань хорошая претензии не 90 процентов кресла всегда вас такой ткани поэтому стандартная нормальная классная ткань вот для маленького карапузи к вы видите здесь у нас целый бутерброд из вкладышей давайте я вам сейчас их покажу они здесь блоками скажем так сделаны все эти вкладыши и соответственно пока ребенок у нас новорожденный мы ничего отсюда не достаем потом вот этот бутерброд вот видите здесь нижняя часть она для самого маленького чтобы спинка у него выпрямлена была она убирается когда ребенок подрастает используем без него тем самым освободив место для ребенка вот потом когда уже нам тесно мы можем убрать только подголовник тем самым здесь освободить место оставив снизу а когда уже снизу тесновато мы просто с вами убираем всю эту котлету отсюда и смотрите сколько места вот в таком варианте в принципе достаточно много места навалом единственное повторюсь запаса у нас вот здесь мало поэтому я слабо верю в то что ребенок здесь доездит прям до настоящих четыре года вот поэтому будут ноги упираться ну на самом деле я лично знаю людей кто вот так вот возит и пользуется подобными креслами дал ребенка вот здесь ножки у перликс и согнуты но они за безопасность и дальние поездки естественно не в таком кресле не используют вот поэтому вот такая вот грань знаете между комфортом и безопасностью образовалась вроде бы хочется пространство побольше но уровень безопасности вот в таком режиме ощутимо больше поэтому всегда вот имейте это в виду когда мы говорим про это крест вот соответственно вот так у нас получается куча места для подросшего ребенка он он всегда у нас пристегивается пятиточными ремнями потому что здесь по-другому вы не пристегнете когда уже до 100 сантиметров ребенок дорастает мы просто пересаживаемся в следующую группу здесь вот у нас ремни и на которых используется система вот такую систему как вот это вот липкая часть на так прорезинена она не скользит вот эта накладка я такой вообще в рекорда увидел в них система hero полна называется фирменная система вот что-то подобное было и в рекорда это для того чтобы ребенок при дтп не проскальзывал или минимум меньше травмировал вот тоже фишечка которая далеко есть не везде вот здесь у нас сбоку то вентиляция которая говорил сетчатый материал чтобы здесь все-таки не так все прямо вот по мягкости сразу хочу сказать кресло достаточно мягкая я не могу сказать что это прям диван перьевая подушка но ход сантиметра 2 может даже даже и 3 здесь есть а этого достаточно чтобы ребенок там нет сидел себе ничего что касается ухода кстати за тканью ткань легко снимается ну как легко не за три секунды но на самом деле вот немножечко придется здесь так под вытащить и стирать ее нужно до 30 градусов чтобы она не села имейте ввиду будет горячей вода вы просто и обратно не одените а потом чехол найти это прям такой квест еще получится еще тот вот собственно с тканью понятно с безопасностью уже тысячу раз сказал это прям вот самый топчик практически в этом отношении но у нас идет соответственно проблема с вместительностью для ног поэтому вот говорю как есть нужно будет отодвигать его чуть-чуть на изофикси дальше высвобождать тем самым пространство для ребенка но ножки у ребенка будут согнуты и дальние поездки конечно будет не очень интересно но если вы по городу в девяносто девять процентов ездите как и большинство людей то в принципе этот вариант имеет место быть если вы хотите по безопасности максимум получить а какой способ движения еще раз повторю он самый самый лучший в этом отношении вот естественно у нас только изофикс он на платформе установлен установлено это кресло изофикс застегнули упор в пол выдвинули везде зеленая индикация появилась можно ехать вот собственно и все по большому счету здесь особо долго и нечего рассказывать про это кресло это такое типичный представитель серии кресел которые заточены исключительно под максимальный уровень безопасности а вот этот вот тест плюс шведский шведы если не ошибаюсь его делает это прям вот тут все это уже дальше только звезды и если кресло под это стандарт заточено то естественно это безопасно но имейте ввиду то что я сейчас вам сказал про комфорт здесь он чем старше тем больше начинает страдать но до полутора-двух лет это прям топчик вот это прям супер кресло если вы готовы его купить и вот создать такую безопасность это вообще шикарно просто потом чуть раньше пересядьте в другое кресло но ребенок с рождения это самый хрупкий ребенок он не сформирован ему нужна максимальная защита и поэтому вот на это в принципе можно идти это хороший вариант поэтому выбирать как говорится вам я хочу лишь вам пожелать сделать хороший грамотный выбор кресла для вашего ребенка если вам обзор понравился ставьте свой царский лайк подписывайтесь на мой канал напишите в комментарии что вы думаете об этом кресле мне очень интересно мнение людей потому что кресло неоднозначное но интересное с этим никто не поспорит вот так что пишите с удовольствием почитаю пообщаюсь в комментариях ну а вам всего доброго до свидания